Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Трое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток в ходе боевых действий. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Восемь раз с начала суток боевики открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия российские наемники ввели у Водянова, Широкина, Крымского, а также Золотого, Зайцева, Песков, Гнутого и Лебединского. Запрещенное вооружение с начала суток не применяли. Российские наемники продолжают подвергать опасности жителей оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные украинской разведки. Пытаясь скрыть перед командованием свою халатность и хищение, боевики создают показательные участки минирования. В результате в одном из оккупированных населенных пунктов Донецкой области оккупанты взорвали продовольственный магазин. Пострадали гражданские. В результате взрыва тяжело ранен один гражданский. Еще четырем оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенные российскими военнослужащими преступления на так называемых украинских диверсантов. Украина продолжает усиливать военное присутствие в Азовском море в ответ на блокаду России. Сегодня в порт Мариуполя зашли два украинских судна. Не обошлось без провокаций со стороны России. Как это было, расскажут наши корреспонденты. Украинские корабли Донбасс и Корец на рейде в Мариупольском порту. За их прибытием в Азовское море украинцы следили несколько дней. 20 сентября они вышли из Одессы. Когда Донбасс и Корец проходили через Керченский пролив, их сопровождались десяток российских кораблей и даже военная авиация. Россияне шли на опасное сближение, провоцируя украинские экипажи. Вблизи Мариуполя пограничный катер РФ едва не допустил столкновения. Его остановили украинские бронекатера Лубны и Кременчук, которые вышли из Бердянска навстречу новоприбывшим кораблям. В 9.30 утра сегодня с заходом в порт морского буксира Корец завершился переход группы кораблей военно-морских сил Украины в порт Мариуполя. Украина постепенно стягивает корабли в Азовское море. Местные жители в Бердянске такое решение приветствуют. Все, что связано с военной структурой, все надо усилять. Постоянные тренировки. Без этого никак. Это обязательно. Ну а по-другому. Враг не дремлешь. Уже больше недели в Бердянске несут службу два бронекатера Кременчук и Лубны. Их сюда доставили в начале сентября по суше. Неподалеку от дислокации катеров находится управление спасательно-водолазной службы Бердянска. Мы чем можем помогаем военным. У них работают водолазы, мы забиваем им аппараты, они обращаются к нам. Два этих катера, бронекатера, они стоят в порту у причала. Ну туда доступа нет у простых граждан. Туда пропускной режим, поэтому... Ну а то, что усиливает флот, наверное, это надо. В каком городе будет военно-морская база, в Минобороны не говорят в целях безопасности. Но в Бердянске вовсю готовятся принимать корабли, их экипажи и обслуживающий персонал. Переговоры командования военно-морского флота с мэрией города был переданным один из объектов недвижимости для того, чтобы они создавали базу для своего личного состава, так сказать, пункт ППД, пункт постельной дислокации, которые будут находиться здесь, у нас в городе. Усилить военное присутствие в Азовском море Украина решила в ответ на действия РФ. Почти полгода Россия останавливает торговые судна со всего мира, которые идут в украинские порты на Азовском море, задерживая их по несколько дней. Это наносит убытки Украине и ее иностранным партнерам, в то время как Азовское море, согласно подписанному в 2003 году двустороннему договору, акватория обеих стран со свободным судоплавством. Артем Хоменко, Арина Потоцкая и Константин Устюжин. Юэй ТВ. Клубок нераспутанных дел. Акция под таким названием прошла возле российского посольства в Киеве. Активисты требовали расследовать похищение людей в аннексированном Крыму. В частности, вывесили баннер «Где Эрвин?». В мае 2016 года в Бахчисарае неизвестные похитили члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили его машину и затащили Ибрагимова в свой микроавтобус. Судьба его неизвестна. Правозащитники полагают, что похищение совершили российские власти или подконтрольные им парамилитарные группы. По данным активистов, на данный момент 15 крымчан считаются пропавшими без вести. Всего с момента оккупации похищали до полусотни человек. Символичные папки с их делами, с белыми и черными стикерами, повесили на забор посольства. Белые папки. Мы верим в то, что эти люди похищены и они живы. Поэтому мы всегда говорим, что их родители их ждут. И поэтому важно каждый месяц выходить и говорить об этих людях. Черные папки. Дела с таким черным стикером. Это означает, что человек уже умер. То есть после исчезновения человек был найден мертвым. По той информации, которой мы владеем, их более сорока. Но я каждый раз подчеркиваю, что после того, как будет деоккупирован Крым, мы столкнемся с более чудовищными цифрами того зверства, террора, который производит сегодня Россия военным путем оккупировать наш Крым. Рейтинг риска коррупции. Национальное агентство по предотвращению коррупции запустило систему контроля электронных деклараций. Программа будет оценивать коррупционные риски каждой отдельной декларации. Проверить надо 2 миллиона 700 тысяч деклараций. Пять суток уйдет на их загрузку в систему. После этого потребуется всего пять часов, чтобы распределить декларации по степени риска. Те декларации, которые окажутся в верхней части этого рейтинга, которые будут иметь 2000 и больше пунктов коррупционных рисков, по 102 правилам логически-арифметического контроля, они будут в красной зоне. С этой красной зоны мы будем предлагать отфильтровать декларации должностных лиц. По этим верхним декларациям мы планируем проверку. Некоторые люди ожидают, что произойдет какое-то чудо за ночь. Но я сам вижу долговременную перспективу шаг за шагом. Постепенно, но уверенно, мы сможем обуздать коррупцию и делать свое дело на пути развития бизнеса. Пригласи меня с войны. Участники боевых действий, волонтеры, военные корреспонденты готовят танцевальный сюрприз ко Дню защитника Украины. 20 пар под руководством хореографов готовят танцевальные номера, которыми расскажут свои истории. Проект поддержало Министерство информационной политики Украины. Вы решили, что этот проект будет называться «Пригласи меня с войны». Ведь так и есть на самом деле. Он продолжается уже пять месяцев. И его логическим завершением 12 октября станет дипломатический прием ко Дню защитника Украины в колонном зале Киевской городской администрации. Мы хотим дать возможность увидеть собственные правдивые истории из жизни, показанные в постановках танцев. Истории, которые участники пережили на войне. Война – это такая штука, когда в каждодневной усталости, грязи, в огне люди умеют улыбаться, жить или хотя бы учиться жить разными способами. И танец – это один из них. Было у меня на войне настоящее танго на мосту-бастионе. Вроде как на спор с командиром. Это было во время военных действий. У нас была пари. Я должна была станцевать, и я сдержала свое слово. Открытая спортивная тренировка травмированных участников АТО прошла в Харькове. Спортсмены готовятся принять участие в играх героев по кроссфиту. Опробовали новые уникальные спортивные протезы. Их создали в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности при участии офиса агентства НАТО по поддержке и снабжению в Украине. Планово прохожу протезирование. Сейчас вот фондовый, трастовый фонд НАТО за свои средства снабжает нас спортивными протезами. Вот сейчас начинаю его апробировать, так сказать. Тут нужно учесть вес. Чем будет заниматься этот пациент? Какие будут скорости? Какие характеры движения будут? Это будут преобладать развороты, повороты, прыжки, силовые. Это будет бег. То есть, в самом деле, эти протезы, они должны учесть очень много индивидуальных характеристик. На этом пока все. Еще больше информации на сайте нашего канала uetv.ua. Спасибо, что вам интересно, Украина. Следующий выпуск новостей уже через два часа. Непременно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok